стрижки на густые вьющиеся жесткие волосы плохо подающиеся укладки и хорошо подающиеся укладки а также какие стрижки сделать а какие лучше не делать в том числе и по форме лица для такого типа волос как очень информативный ролик все стрижки которые я буду показывать есть у меня на канале ссылки на них в описании ребята очень часто я говорю что у меня в описании огромное количество ссылок на те или иные ролики и создается такое впечатление по вашим комментариям что вы вообще не понимаете о чем идет речь объясняю и показываю смотрите когда вы видите видео а под низом под видео есть какие-то там надписи название самого видео и вот это заветное слово еще надо обязательно нажать именно на вот это слово и открывается описание в котором есть масса масса ссылок о которых я вам принципе и говорю выбирайте для себя то что вам нужно нажимаете и попадаете в те ролики это на компьютере на телефоне сейчас приближу эту историю всю вот вам нужно нажать на маленькую маленькую галочку которая находится параллельно названию ролика нажимаете на эту галочку вот я нажала на галочку и опять же попадаю в описании и листаю его и тут масса масса ссылок по которым вы легко можете перейти хай рюан с вами ева лорман я автор и ведущий этого канала который посвящен красоте и так лет гоушки друзья и смотрите видео до конца в конце вас ждет объявление и особенность густых волос в том что их много и чтобы стрижка смотрелась красиво нужно знать некоторые особенности например вот такие волосы это густые и жесткие волосы первое что они любят эти волосы высокую градуировку вот удачный вариант стрижки это каскад низкий с низкой градуировкой волосы шикарно укладываются в клин самостоятельно это огромный плюс и при этом густота волос у лица разрежена и красиво окамеляет форму лица а вот каскад с высокой градуировкой красиво но это уложенные волосы да волшебно но каждый день так укладывать не будешь в итоге они будут выглядеть вот так без обид пожалуйста но как говорят наши клиенты меня подстригли как будто кошки подрали ну или вот так будут лежать волосы если их причесать кому нравится тогда ок а вот стрижка итальянка сильно профилированным низом опасность в том что тут слишком редкий низ и он обязательно нарисуется в этой стрижки так как это смысл итальянки низ в итальянке чаще всего реже по сравнению с верхом поэтому да если вам не нужен такой эффект то со стрижкой итальянка с филировкой не забудьте аккуратнее идем дальше если длинные волосы не ваша но хочется длину то каскад рапсодия вера шикарный выбор у нее тоже нет высокой градуировки и эту стрижку легко укладывать очень красиво она смотрится и на густых жестких волосах и на густых и тонких волосах это тоже очень важно так как тонкие волосы вообще практически не держит укладку если нужно еще короче тогда каре причем на густых волосы лучше всего подойдет стрижка каре лонг боб с твердым низом который держит форму снизу самопроизвольно или легко волосы подворачиваются вниз и не торчат вверх это тоже очень важно густые жесткие или мягкие тонкие волосы нельзя филировать снизу если хочешь чтобы они тебя слушались твердый низ это вот четкая линия без градуировки или с обратной градуировкой эта стрижка есть у меня на канале в ней я более подробно рассказываю что такое твердый низ но что точно не надо делать так вот такую длину если вы конечно не хотите выглядеть как подстреляны воробея 5 слова не мои а клиентов такая короткая длина на густых волосах убивает не двух просто всех зайцев ну зачем такие жертвы в общем если классика то длина не короче вот этой если вьющиеся волосы то это просто подарок судьбы если правильно подобрать стрижку замечательное каре на вьющиеся волосы а вот это уже на любителя короткая каре даст эффект реального боба кому нравится норм но в большинстве случаев нет вот такая длина нежелательно на густые волосы у данной модели волосы не густые но если бы они были бы густые было бы весело а это по-видимому высокая мода она чаще всего не относится к реальной красоте так просто она есть и все как чемодан без ручки он есть но толку от него ноль вот очень хороший вариант стрижки каре с высоким затылком и более длинным твердым низом это идеально а вот такие варианты с перепадом и слишком коротким затылком делают стрижку просто несуразной волосы красивые но такой перепад убьет всю суть этой стрижки и опустит еще лицо вниз есть понятие лифтинг эффект анти эйдж для людей которые хотят выглядеть помоложе а это будет полная противоположность этому эффекту а кто любит рвань то на густые волосы можно и порвать волосы бритвой чтобы придать движение вот такой стрижки кому больше по душе гладкие укладки тогда все-таки light bob но без фанатизма обратите внимание что низ торчит в разные стороны хорошо это или плохо это решать вам но чаще всего это не нравится потому что волосы не усмей поэтому лучше без филировки нижних слоев а только сверху как я себе делала в стрижке light bob вот тоже сделана градуировка и волосы торчат уложить их будет проблематично и этого хватит только на несколько минут а потом они все равно примут исходную форму очень круто смотрится стрижка шегги на густые и волнистые волосы эта стрижка создана для такого типа волос вот еще вариант шегги но с рваными концами да это непривычно потому что волосы торчат но есть определенная масса поклонников таких стрижек и да рвань конечно делает свое дело уменьшает объем а это спасение для многих вот отличный вариант для густых и вьющийся волос каскад под 360 градусов это тоже просто находка для таких волос потому что они сами как будто бы просят подстричь их по этому подобию таким волосам и укладка не будет требоваться главное не филировать волосы тогда они будут послушными эта стрижка есть тоже на канале более короткой с укладкой вниз будет выглядеть вот так а если отросла то вот такие кудри надоели кудри низ можно подстричь просто ровным срезом и получим твердый низ с эффектом корей градуировкой по сфере верхней части в общем это очень легко все трансформируется далее хорошо на густые жесткие волосы стрижки сессон но это очень редко сейчас встретишь так как сессон это ретро стрижка а у нас сейчас тренд это анти эйдж лифтинг эффект но поклонники все-таки этой стрижки есть в общем она тоже создана для такого типа волос что касается более коротких стрижек то надо понимать что они тоже должны делаться с учетом густоты волос чтобы не было перегруза верха на фоне полного отсутствия низа но актуально это только для тех у кого высокое или длинное лицо тонкий подбородок а в целом это очень красиво прикольно стильно модно молодежно можно творить на голове чудо чудное и будешь выглядеть с ног сшибательно эта стрижка пикси лонг один из лучших вариантов для таких волос и всякие издевательства над волосами в виде мега филировки поинтинга хаотичного бритвенного катка все это будет только украшать такую стрижку но это актуально только на густых волосах потому как эти издевательства однозначно убирают объем также классно будут и пикси медиум но надо будет уменьшить объем и опять же методом филировки из классики практически все стрижки но важно понимать что они не должны быть слишком короткими потому что густые волосы чаще еще и жесткие и торчат от корней если будут более короткие волосы особенно в затылочной и височно-боковых зонах то эффект ежика обеспечен поэтому нужно будет находить вот эту золотую середину к категории классических стрижек с более длинными волосами относятся к стрижке маркиза объем создать будет очень легко и длина волос на затылке и височно-боковой зоне позволяет избежать эффекта ежика вот еще интересная стрижка пикси очень молодит и делает лифтинг эффект классный затылок можно сделать такой стрижки очень круто а если еще короче тогда стрижка гарсон но опять же ее целесообразнее стричь хоть и на густые но не жесткие волосы иначе волосы будут торчать сверху ладно может быть так и задумано а вот в височных зонах не очень придется тогда брить как например в стрижке андеркат это тоже очень правильное решение если вы экстремал вообще никаких заморочек насчет укладки и ты в тренде полном только поддерживать такую стрижку надо чаще чем обычную через каждую пару недель брить виски тогда будет самое то и еще небольшое объявление для вас на вопросы оперативно я отвечаю первый час после выхода нового видео поэтому следите за выходом чтобы задать свои актуальные вопросы и даже если тема видео не относится к теме вашего вопроса можете спокойно задавать и еще небольшое объявление для вас дорогие подписчики и гости моего канала у нас с вами появилась возможность общаться в прямом эфире для этого я поменяла формат своего еще одного youtube канала и переназвала его в его лорман прямые эфиры ссылка на него под видео я сейчас везде есть это для того чтобы мы не потерялись а время покажет где мы будем максимально активными подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы получать новые уведомления а я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты bye bye everyone с вами былаева лорман и до встречи в новых видео эй народ не скупись лайк поставь подпишись колокольчик тут зажми делись со всеми это не хватит даме танцевать пара это снимать